Тема. Верхние и нижние полые вены, их функциональная анатомия, воротная вена, кавоковальные и портоковальные венозные анастомузы. Определение понятия венозная система. Венозная система – это совокупность анатомических и функционально взаимосвязанных сосудов. Имеющих в строении стенки признаки строения вены. Признаки. Первое. Танкостенные емкостные сосуды, при рассечении имеющие спавшийся просвет. Следующий признак – наличие трех оболочек. Это внутренняя – интима, средняя – медиа и наружная – адвентиция. Следующий признак – специфичность оболочек. Специфичность строения стенки вены. Интима. Эндотелий – крупный, субэндотелиальный слой – мощный. Тонкая пористая базальная мембрана. Просвет может увеличиваться в 2-4 раза. Средний слой – медиа. Отсутствуют наружные и внутренние эластические мембраны. Не менее двух слоев миоцитов, но их количество меньше, чем в стенке артерий. Наружный слой – адвентиция. Одна-вторая толщины сосуда. Стенки вен легко расширяются и спадаются. Общая характеристика венозной системы. В составе венозной системы в два раза больше сосудов, чем в артериальной. Это около 2 миллионов. Депо крови. Емкость венозных сосудов содержит 70-80% крови всего организма. Функции венозной системы. Первое. Транспорт крови от гемомикроциркуляторного русла до сердца. Второе. Выведение продуктов метаболизма из тканей. Третье. Выведение гормонов. Четвертое. Кровинополнение и тонус органов. Пятое. Рефлексогенная зона. Именно. Сплетение малого таза, который сигнализирует о наполнении органов малого таза, и сплетение половых органов. Барорецепторная зона. Шестая функция. Доставка всосавшихся в кишечнике питательных веществ. Белки, углеводы, вода. Печень. Четвертое. 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 Особенности транспорта венозной системы. Отток крови по венам затруднен. Давление крови низкое и измеряется в миллиметрах водного столба. Продвижению крови способствуют такие факторы, как присасывающие действия грудной полости. Это происходит на выдохе, и диафрагма поднимается, а давление уменьшается. Присасывающее действие сердца во время диастолы. Наличие клапанов, либо складок интимы в просвете вен, которые пропускают кровь только в одном направлении. А также сокращение мышц. При работе мышцы выдавливают кровь из вен. Работа сосудистонервного влагалища. При расширении артерий выдавливается кровь из вен. Вены бывают системные, магистральные, экстраорганные и интраорганные. Системные вены. Это самые крупные вены, обеспечивающие отток крови из магистральных вен. Первая из них – верхняя полая вена. Ее корни – это плечеголовные вены. Верхняя полая вена собирает кровь от головы, шеи, верхних конечностей, грудной клетки и органов грудной полости и впадает в правое предсердие. Следующая системная вена – нижняя полая вена. Ее корнями являются общие подвздошные вены. Нижняя полая вена собирает кровь от нижних конечностей, малого таза, парных органов и стенок брюшной полости, а также печени. Впадает в правое предсердие. Следующая системная вена – это воротная вена. Ее корни – это селезеночные и верхние брюшечные вены. Воротная вена собирает кровь от непарных органов брюшной полости и доставляет кровь в печень, где кровь подвергается дезинтоксикации и обрабатывается. И последняя системная вена – это система венечного синуса. Корнем является большая вена сердца. Системная вена собирает кровь от собственных вен сердца. Анастомозы системных вен. Существуют межсистемные анастомозы и внутрисистемные анастомозы. Межсистемные – это портоковальные, кавоковальные и кавокоронарные анастомозы. А внутрисистемные анастомозы существуют между корнями и притоками одной системы вен. Магистральные вены. Магистральные вены – это крупные венозные стволы, собирающие кровь из экстраорганных вен. Они включают магистральные вены средостения, крупных сосудистонервных пучков, органов брюшной полости, а также магистральные подкожные вены и магистральные внутричерепные вены. Магистральные вены средостения и внутренних органов. Магистральные вены средостения – это плечеголовные вены и непарные и полунепарные вены. Магистральные вены – это верхняя брюшечная, нижняя брюшечная, селезеночная, почечная, ганадные и надпочечниковые. Магистральные вены крупных сосудистонервных пучков. Внутренняя еремная вена, подключичная вена, подмышечная, плечевые, лучевая вена и локтевая. Подвздошная вена, бедренная, подколенная, большеберцовая и малоберцовые вены. Магистральные подкожные вены. На шее – это наружные и передние еремные вены. На верхних конечностях – основная медиальная и головная, латеральные подкожные вены. А на нижних конечностях – большая и малые подкожные. На данной картине можете увидеть синусы твердой мозговой оболочки, магистральные внутричерепные вены. Экстраорганные вены – это вены, доставляющие кровь от органа до магистральной вены. Типы архитектоники экстраорганных вен. Вены – единичные или вены-спутницы проходят самостоятельно или в составе сосудистых пучков. Сплетения видные находятся в малом тазу, в позвоночном канале и на позвоночном столбе, а также в глубоких тканях лица. Тети видны в подкожной клетчатке. Общие принципы венозной архитектоники. Это конвергентный, при этом вены собираются в крупные магистральные или системные стволы. Корни вены образуют ствол, притоки вены впадают в ствол, и бассейн – это место впадения магистральных и системных вен. Следующий принцип – формирование многочисленных анастомозов – межсистемных и внутрисистемных. Последний принцип – органоспецифичность внутриорганной архитектоники. В костях – диплоические вены, в мышцах и коже – сетевидные вены, и в паренхематозных органах – дольковые, сегментарные и долевые вены. Органоспецифичные принципы венозной архитектоники всегда противоположны артериальной архитектонике. Здесь представлена система оттока венозной крови от головы. Поверхностные вены головы и шеи – это подкожные венозные сети головы и подкожные венозные сети шеи. Они соединены опасным анастомозом. Венозные сплетения глубоких тканей лица. Крыловидные сплетения. Собирает кровь от костей черепа, слизистые оболочки околоносовых пазух, зубов, жевательных мышц, клетчаточных пространств глубоких тканей лица. Самые грязные места. Крыловидное сплетение отводит кровь через занижнюю челюстную вену, в наружную и внутреннюю ремные вены. Вены головного мозга. Поверхностные вены находятся в составе пиального венозного сплетения. Кровь в них оттекает от торсолатеральной и медиальной поверхностей в верхние и нижние сагитальные синусы. От нижней поверхности в пещеристые, межпещеристые и каменистые синусы. Отток венозной крови от верхних конечностей. В поверхностные вены отток проходит от кожи, подкожной жировой клетчатки, поверхностной фастии. В сети видны сплетения и поверхностные магистральные вены. Вена цифалика и вена базилика. В глубоких венах отток крови происходит от собственной фастии мышц и костей. В так называемой вены спутницы артерии. Это лучевые, локтевые, плечевые, подмышечные. Все они собираются в подключичную. Анастомозы между поверхностными и глубокими венами отсутствуют. И расширение крайне редко. Отток венозной крови от нижних конечностей. В поверхностных венах отток крови происходит от кожи, подкожной жировой клетчатки и поверхностной фастии. В сетевые сплетения и поверхностные магистральные вены. Это вена сафена магна и вена сафена парва. В глубоких венах отток крови от собственной фастии мышц и костей. В вены спутницы, большеберцовая, малоберцовая, подколенная, бедренная и подвздошная. И все они соединяются в перфорантные вены. Если клапаны слабые, кровь может пойти из глубоких вен в поверхностные. При этом возникает варикозное расширение вен. Развитие вен. На пятой неделе внутридробного развития формируется система верхней полой вены. Общие кардинальные вены, которые впадают в венозный синус, это плечи головные и верхняя полая вена. Прекардиональные связаны со сплетениями вен головы и превращаются во внутреннюю еремную вену. И посткардиальные связаны с первичной почкой. Они редукцируются. На шестой неделе самостоятельно развивается наружная еремная вена и подключичная вена. На шестой-восьмой неделе формируются субкардинальные и супракардинальные вены, из которых образуются системы нижней полой вены. Самостоятельно развивается система воротной вены. Аномалии развития вен. В связи с тем, что вены развиваются из различных источников, часть подвергается редукции. Венозная система очень вариабельна и индивидуальна. Происходят такие аномалии, как недостаточная редукция вен. При этом сохраняется левая верхняя полая вена. Или же добавочные магистральные вены. Это происходит за счет удвоения нижней или же верхней полой вены. А также недоразвитие полых вен и воротной вены. Гипоплазия. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...